В эфире РБК ОФА. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Аналитики оценивают первый выпуск облигаций федерального займа как успешной, однако народными бумаги пока не стали. Хотя изначально ставилась именно такая задача. По данным региональных финансовых экспертов, партия облигаций, которая разошлась всего за полтора месяца, раскуплена в основном обеспеченными людьми. Впрочем, специалисты прогнозируют, что следующие выпуски все же пойдут в народ. Одной из причин назван широкий информационный охват населения о том, что ОФЗ обладает достаточно хорошими характеристиками по целому ряду параметров. Так, средняя ставка в 8,5% годовых превышает средний показатель по банковским вкладам физлиц. Сейчас он составляет около 6,5%. В качестве аргументов в пользу облигаций эксперты приводят также надежность, прогнозируемое и в дальнейшем падение ставок по вкладам. Центральный банк не отказывается от своих задач по снижению ключевой ставки. Их задача это снизить ключевую ставку до 7%, то людям, конечно же, будут интересны любые финансовые инструменты, тем более гарантия государства, со ставкой больше 7% годовых. И причем при всем, что доходы от этих ценных бумаг, от государственных облигаций не облагаются налогом на доходы физических лиц. В Башкортостане с начала года замедлились темпы жилищного строительства. Спад по сравнению с 2016 почти 12%. Так, с января по май в республике ввели 8900 квартир общей площадью свыше 720 тысяч квадратных метров. Согласно данным Башстата, таким образом, на каждую тысячу человек населения построено 177 квадратных метров жилья. Несмотря на снижение, Башкортостан продолжает занимать лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. Так, по вводу в действия жилых домов, республика занимает второе место в ПФО после соседнего Татарстана, где сдали в эксплуатацию более 927 тысяч квадратов. По вводу жилья на душу населения, позиция Башкортостана значительно ниже. Всего лишь пятая строчка. Сейчас переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком. На четверг доллары и евро синхронно подорожали. Курс американской валюты повысился на 12 копеек и оценивается в 57 рублей 3 копейки. Европейская валюта подорожала на 17 копеек 63,94. Лучшие обменные курсы на сегодня – покупка доллара в БКС-банке за 56,95 с комиссией до 3% за обменную операцию. По продаже в Запсибкомбанке за 57 рублей 23 копейки. Наиболее выгодные предложения по покупке евро также в банке БКС за 63,80. По продаже в Башкомснабанке за 64 рубля ровно. Итоги конкурса на возведение пристроек к хирургическому корпусу республиканского онкодиспансера отменены. Аукцион на контракт в миллиард 570 миллионов рублей перевели на стадию подачи заявок, сообщает издание «Коммерсант Уфа». Минэкономразвитие региона приняло такое решение на основе предписания антимонопольной службы по жалобе СУ-10. Эту уфимскую компанию, как и Оренбургскую листпромстрой, не допустили к участию. Первая не прошла из-за якобы неподходящей акриловой краски, вторую отсеяли из-за отсутствия примеров исполнения аналогичных генподрядов. Комиссия изначально отдала контракт новосибирской строительно-инвестиционной группе. По информации издания предприятия, партнер уфимского предпринимателя Дмитрия Дудко, который в частности вел реконструкцию уфимского аэропорта. ФАС признала Минздрав Башкортостана нарушителем закона о конкуренции. Новый конкурс продлится до 28 июня. На этом пока все. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин